Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал Кулинариум. Сегодня я предлагаю приготовить вместе банановый торт. Рецепт торта очень простой, но в то же время тортик получается очень вкусный, готовится быстро и из доступных продуктов. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Сначала приготовим бисквит. Для приготовления нам понадобится мука, яйца, бананы, растительное масло, сахар, разрыхлитель и щепотка соли. Нарезаем бананы на небольшие кусочки и перебиваем погруженным блендером в пюре. Затем смешиваем 3 яйца, 140 грамм сахара и щепотку соли. Взбиваю миксером в белую пышную массу. В массу добавляю измельченные бананы и растительное масло. Немного перемешиваю миксером не сильно, чтобы яйца с сахаром не осели. И теперь просеиваем 200 грамм муки и полторы чайные ложки разрыхлителя. И все тщательно перемешиваем миксером на низких оборотах до однородной консистенции. По консистенции тесто у вас должно получиться примерно вот такое. Духовку ставим разогреваться. Подготавливаем формочку. Я буду использовать формочку диаметром 18 сантиметров. Я ее обложила фольгой, фольгой сложила вдвое. И немножко смажу дно и края формочки растительным маслом. И переливаем тесто в формочку. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Бисквит у меня немного остыл. Убираю фольгу. Смотрите, какой красивый у нас получился бисквит. Пышный, румяный. Очень вкусно пахнет выпечкой с бананами. И теперь приготовим крем. В любой емкости смешиваем 300 грамм творожного сыра и 300 грамм маскарпоне. И начинаем взбивать на низких оборотах. Когда мы все немного перемешали, добавляем 250 миллилитров жирных сливок и 100 грамм сахарной пудры. И продолжаем взбивать крем еще несколько минут до полного загустения. Крем готов. Убираем его в холодильник и пока подготовим наши коржи. Бисквит я буду разрезать с помощью ножа и нитки на три равных коржа. Затем очищаю два банана. Бананы нам понадобятся в начинку и нарезаю их на тонкие пластинки. Чтобы бананы не потемнели, выдавливаю сок половины лимона. И теперь приступаем к сборке торта. На подложку выкладываем немного крема. Выкладываем первый корж. Сверху выкладываем крем. Я выкладываю примерно по 3 столовые ложки. Крем разравниваем по всей поверхности коржа. Сверху выкладываю половину нарезанных бананов. И выкладываем следующий корж. Сверху опять крем. Разравниваем. Банановые тортики не требуют пропитки, потому что коржи получаются слегка влажноватыми. Это очень удобно. Не надо делать пропитку. Выкладываем бананы и последний третий корж. И третий корж тоже смазываем небольшим количеством крема. И теперь убираем торт в холодильник на несколько часов хорошо пропитаться. Друзья, торт у меня простоял в холодильнике всю ночь. Я его немного смазала оставшимся кремом сверху. И убираю кондитерское кольцо. И немного подровняю торт по бокам. Украшаем торт по желанию. Я буду украшать тортик шоколадной стружкой. Я ее натерла на терке и ломтиками бананов. И для большей яркости я положила пару веточек красной смородины. Конечно же, этого можно не делать, либо украсить совсем по-другому. Давайте же поскорее отрежем кусочек и посмотрим, какой торт у нас получился внутри. Друзья, посмотрите, как красиво тортик смотрится в разрезе. Получается торт очень сочный, вкусный. И, как вы уже смогли заметить, готовится все очень просто. Подойдет как для домашнего чаепития, так и на праздничный стол. Надеюсь, этот рецепт был для вас полезным. Ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.